Мне нравится, он отлично подходит к моему телефону. Итак, первый совет, как чувствовать себя уверенно в Zoom, настолько прост, что вы, скорее всего, проигнорируете его. Совет такой, примите душ прямо перед конференцией. Некоторые скажут, да, спасибо, капитан Очевидность, я принимаю душ каждый день после тренировки. Но погодите, это не то, что я вам сказал. Я же сказал принять душ прямо перед вашей видеоконференцией. Согласно исследованиям 2009 года Ливерпульского университета, каждый раз, когда человек ощущал себя грязным, и он дурно пах, то его уровень уверенности во время видеосвязи снижался. Серьезно, никто по видеосвязи не может вас понюхать, но вы слышите свой запах. И это оказывает эффект на вашу уверенность. Когда у вас видео встреча в 6 утра, не надо вставать с кровати в 5.55 и включать видео. Даже если вас никто не увидит, у вас просто не будет уверенности. Встаньте пораньше, примите душ, подушитесь любимыми духами, расчешите волосы, подготовьте себя. И будете гораздо увереннее. Хорошо, давайте теперь поговорим о технике и обсудим камеры. Если у вас старая камера или очень плохая, тогда ваша картинка будет не самого лучшего качества. Это как бы очевидно, но почему-то многие люди всегда удивляются. Я потратил 2000 долларов на ноутбук, почему я плохо выгляжу на картинке? Ну, скорее всего, производители сэкономили на камере, и поэтому у вас плохое качество. Самый простой способ, как разрешить эту проблему, просто купить себе внешнюю камеру. У меня Logitech 1080. Вы можете найти другие, которые снимают в 4К. Еще один вариант. Скажем, у вас есть старенькая цифровая камера. Это снимает в HD, мы ей не так много пользуемся. Так вот, я присоединил ее при помощи кабеля к компьютеру. У меня есть программка, которая позволяет использовать эту камеру. А вот этот вариант, это самый простой. И люди забывают, что он у них есть. И это камера на телефоне. Так что, если у вас Samsung, LG или Google, да не важно, что у вас там за аппарат. Просто это будет, пожалуй, лучшей камерой у вас дома. Это так просто, и люди забывают об этом. Страдают из-за плохих камер в их ноутбуках, в то время, когда они могли бы использовать свой телефон. Далее поговорим о звуке. Есть три правила, которые относятся к звуку. Первое. Он имеет значение. Вы когда-либо пытались посмотреть видео с плохим звуком? Даже если сама картинка очень хорошего качества, то вы, скорее всего, его не будете смотреть, а просто выключите. Потому что ничего не поймете, даже если вы можете читать по губам. Правило номер два. Не стоит полагаться на микрофон, который шел вместе с вашим ноутбуком. Это очень плохой микрофон, который надо заменить. И правило номер три. Всегда имейте запасной план. Потому что звук невероятно важен. И если у вас есть микрофон, а в нем села батарейка, вам нужно иметь второй микрофон, на который вы могли бы переключиться, чтобы продолжить презентацию. Есть много разных микрофонов. Первый, который я вам рекомендую, это обычные наушники с микрофоном. Они недорогие и хорошо справляются с предотвращением эха. Но они маленькие и у них не лучшее качество. Поэтому вам не помешал бы более хороший микрофон. Можете купить что-то наподобие этого. Он довольно хорош, но стоит учитывать, что он всенаправленный. Это означает, что он захватывает звук со всех сторон. Поэтому могут возникнуть проблемы со звуком на заднем плане. Мне очень нравится вот этот. У него есть переключатель, который позволяет захватывать звук как со всех сторон, так и только с одной стороны. И вы, наверное, заметили, что вот тут у меня есть еще один микрофон, у которого есть поп-фильтр и еще фильтр по кругу. Зачем мне такой сетап? Ну, он позволяет мне убрать любые посторонние звуки. И многие видео на канале я записываю как раз при помощи него. Наушники Bluetooth еще один хороший вариант. Есть Z25, есть Z250. Все зависит от того, что вам надо и какие функции. Но лично я понял, что вот эти Z25 справляются со своей работой хорошо. Да, эти AirPods крутые, но за них надо заплатить. Если вы все же решили воспользоваться своим телефоном, тогда я рекомендую использовать Shure MV88. Он подключается прямо к телефону и он дает отличный звук. Неважно, дует ветер или нет, если я записываю видео или веду конференцию, то мой звук очень хороший. Насчет петлички, если оно у вас есть, отлично. Но вам понадобятся наушники, а беспроводные петлички очень дорогие. Друзья, теперь мы есть в Инстаграме и ВКонтакте. Стильные советы, обучающие моменты, рекомендации и другое будут всегда у вас под рукой. Заходите и становитесь частью нашего сообщества. Ссылки в описании. Следующий совет бесплатный и бесценный. Научитесь пользоваться кнопкой «Выключить микрофон». Если вы не говорите, то выключите его. Потому что никто не хочет слышать, как собака лает на заднем плане. Как кричат ваши дети. Да вы и сами этого не хотите. Поэтому не надо никого мучить в вашем видеозвонке. Далее поговорим об освещении. Мне нравится эта тема, потому что она очень простая. И вам не надо тратить кучу денег. Такое вот можно найти за 10 баксов. Они отлично подходят к телефону и подсвечивают ваше лицо. Именно это мы делаем на видео. Вообще фотография – это захват света. Это не подсвечивает ваши изъяны, а наоборот улучшает ваш вид на камере. Вот вам пример плохого освещения. Свет поступает только сзади, поэтому создается только силуэт. Как часто вы видели такое на встречах? Другая сторона – это когда свет поступает спереди и просто засвечивает вас. Особенно если он светит только с одной стороны и создает эти тени. Это тоже плохо. Самый лучший свет – это рассеянный свет. Или солнце. Знаете, что в течение дня и когда хорошее освещение, вы можете выглядеть восхитительно. И это бесплатно. Вы размещаете камеру где-то у окна, чтобы свет мог попадать вам на лицо. Вы говорите на камеру и бум, вы выглядите хорошо. Но есть свои заморочки. Если вам надо снять видео в 9 вечера или у вас видеосвязь в 5 утра, солнца нет, нет никакого источника света, что же делать? Первым делом оглянитесь. Посмотрите, что у вас есть дома. Если у вас есть парочку старых светильников, то отлично. Потому что эти старые лампы дают приятное теплое свечение, если использовать подходящую лампочку. А также у них есть торшер, который рассеивает свет. Если у вас более современные лампы, которые отражаются от потолка. Проблема в том, что свет, отражаясь от потолка, создает тень в нижней части лица. Так что с ними надо быть поаккуратнее. Если у вас больше бюджета или вы снимаете много видео, тогда я рекомендую вам вложиться в освещение. Есть софтбоксы, есть LED. Мне нравятся LED, они маленькие и очень яркие. Но они могут давать пересвет и делать блики. Софтбоксы они больше и занимают много места. Они не очень мобильные. Но что мне в них нравится, это понятно из названия, они дают очень мягкий рассеянный свет. Они могут быть рядом с вами и не будут давать пересвет. Еще один технический совет, как выглядеть круто на видео, это отрегулировать свою скорость загрузки и отдачи. Первым делом надо протестировать. Просто загуглите «Протестировать скорость интернета». Так вы сможете узнать, какова ваша скорость загрузки и отдачи. В целом, если у вас недостаточно скорости, а это хотя бы 5-10 мегабит в секунду для отдачи и минимум 10 мегабит для загрузки, то у вас, скорее всего, начнутся проблемы. Потому что у вас не очень подходящий интернет. Как думаете, если у вас отдача недостаточно быстрая, что произойдет? Люди не смогут вас видеть независимо от того, насколько хорошее у вас оборудование. Поэтому вам, вероятнее всего, надо поговорить с вашим провайдером, потому что многие даже не знают, что скорость отдачи на самом деле регулируется. И они не дают вам ее, пока их об этом специально не попросить. Хорошо, вы позвонили, но они ничего не сделали. Что тогда? Делаете звонок? Первым делом с утра. Почему не оставить его на вечернее время? Люди начинают смотреть фильмы онлайн. Использование интернета взлетает по вечерам и где-то до двух часов ночи. Хорошо, может, вам не подходит это время. Тогда, может, вы проведете встречу в пять или в шесть утра. Потому что в это время самое меньшее потребление трафика, и у вас будет больше пространства для маневра по скорости. И так вы добьетесь лучшего качества. Профессиональный совет от отца, и это может вызвать у вас протест. Но если встреча очень важная, то отключите интернет детям на полчаса, час. Потому что если они смотрят Нетфликс или играют в видеоигры, то они съедают всю скорость, а вам она нужна для встречи. Следующим советом мы подытожим весь этот технический материал. Тестируйте ваше оборудование заранее. Да, вы купили себе микрофон и свет, у вас новая камера. Но если вы не тестировали его, а думали, что сможете просто включить прямо перед важной встречей, и все будет круто, то нет, это так не работает. Сработает закон Мерфи, все провалится. Поэтому лучше протестируйте все заранее, сделайте холостой пробег, подключитесь к встрече на 5-10 минут раньше, и знаете что? Да, вы уже будете хорошо выглядеть, потому что вы пришли на встречу раньше. И не будете тем парнем, который опоздал на встречу из-за технических проблем. Следующий совет не связан с техникой, но люди забывают об этом постоянно. Закрывайте дверь. Вам не надо, чтобы ваши дети вошли случайно в комнату, где вы проводите свою встречу. И, конечно, обращайте внимание на задний план. Если ваша ванная комната на вашем заднем плане, то убедитесь в том, что камера отключена, когда ваша супруга будет выходить из душа. Давайте поговорим о расположении вашего лица. Убедитесь в том, что ваше лицо не находится где-то внизу. Или вообще видно только пол лица. Да, я видел такое на встречах. Поэтому вам надо позаботиться о том, чтобы ваше лицо было правильно расположено в кадре. Рот – это центральная точка. Ваша макушка должна быть у края кадра, а не вот так вот. Видите, вот это лишнее расстояние? Оно бессмысленно. Вам надо сделать так, чтобы лицо было расположено в кадре, и люди могли с вами взаимодействовать. Потому что очень большое значение имеет эмоции. И именно это надо учитывать, когда вы говорите с людьми. Итак, следующий совет. Большинство людей делают неправильно, и даже если у вас крутое оборудование, вы будете плохо выглядеть. Поэтому обратите внимание, это угол вашей камеры. Вам надо убедиться, что ваша камера расположена на уровне ваших глаз. На пару сантиметров выше тоже допустимо. Если камера находится дальше, то погрешность может быть чуть больше. Но не надо размещать камеру ниже. Многие так делают, когда говорят по ноутбуку, то смотрят вниз. И знаете что? У вас появляется третий подбородок, и это делает вас уязвимым. Это не играет вам никак на руку. Поэтому если вы смотрите вниз на экран, в камеру, на людей, то это нехороший угол. Вам надо поднять повыше камеру. И самый простой способ, стопка книг, или если вы говорите по телефону, использовать подставку. Или найдите какой-то другой способ, чтобы поднять камеру на уровень глаз во время разговора. Итак, следующий совет очень важен для организаторов. Если вы проводите видео-встречу, если вы тот человек, который говорит и делает презентацию, первым делом улыбайтесь. Будьте радостны. Да, понятное дело, это 6 утра вторника, и вы бы лучше спали. Но знаете что? Вы должны быть благодарны, что у вас есть работа, команда, компания, в которой вы работаете, что все в порядке. Да, может вы ищите другие варианты, но будьте счастливы и благодарны. В этом фишка видеосвязи. Вы можете выбрать то настроение и вайб, с которым вы на нем появитесь. Поэтому если вы расстроены, угрюмы, то это отразится и на остальных людях на вашей встрече. Также обсудим и энергию. Вы пейте ваш кофе или чай, сделайте зарядку перед тем, как вы выйдете на связь. Потому что если у вас не будет энергии, то камера вас просто высосет. Камера это вампир, она забирает у вас до 50% энергии. Поэтому делайте хорошую презентацию. Не надо прямо из кожи вон лезть, но у вас должна быть энергия и восхищение. Потому что вы же не хотите, чтобы люди на том конце уснули. Следующий совет, не занимайтесь мультизадачностью во время встречи. Не думайте, что у вас получится слушать встречу и проверять почту. Люди заметят, что вы отключились. Если все пошло не так, камера не работает, микрофон умер. Научитесь делиться экраном. У вас есть возможность поделиться своей презентацией, если вы ее подготовили. Так что люди смогут ее посмотреть и вы сможете передать видеозаметку после встречи. Потому что вас выкинуло из-за плохого интернет-подключения. Суть в том, что если вы подготовились и пришли заранее на встречу, то вы уже выглядите хорошо. Даже если у вас отключился интернет. А как же насчет одежды на вашей встрече? Стоит ли надевать костюм или спортпиджак? Смотрите вот это видео. В нем рассказываю, стоит ли уделять внимание внешнему виду, даже если вы работаете из дома.